Совершенно неожиданно, особенно для ориентирующейся на Россию части украинской телеаудитории, в последнем итоговом выпуске новостей Дмитрия Киселева прозвучал разгромный сюжет, посвященный нашему политическому проекту «Доверять делам», а также персонально Геннадию Труханову и Геннадию Кернесу. Главный пропагандист Кремля не пожалел уничижительных характеристик, давая ясно понять, что махровые уголовники и политические перевертыши не свои даже для путинской России. Сразу скажем, и этот канал, и этот ведущий давно обитают за пределами журналистики. Их конечный продукт – выбросы в вечность – не воспринимаются нормальными людьми. Ни в нашей стране, ни в цивилизованных странах мира. И даже их творческий выброс по поводу проекта-галантерника Ангерта Труханова-Кернеса, «Доверять делам» не повысила степень доверия к ним ни на йоту. Но любопытно, почему же произошел такой крутой разворот? И те, кто еще совсем недавно делали гражданину своей страны, читая РФ, а после того выдавали справочку о том, что никакого паспорта РФ у гражданина РФ Труханова нет, имеют свои причины, которые, скорее всего, заключаются в том, что проект «Доверять делам» вплотную подошел к проекту Москвы, который возглавляет Медведчук. Тем более, что во власть идет и старый криминал. В радио он будет играть разлагающую роль. Для этого 10 июня проведен объединительный форум пяти карликовых партий, ставших основой так называемого оппозиционного блока для прикрытия якобы пророссийской повесткой дня. То есть один оппоблок крадет голоса у другого. Собственно, именно по этой причине целых 20 драгоценных минут своего киселевского информационного выброса и политических плевков этот рупор Кремля посвятил недавним друзьям. И вот теперь они создали площадку «Доверяй делам», которая вошла в так называемый оппозиционный блок. Эту площадку уже назвали «Партией двух ген». И дальше откровения от фейкомейкеров, сосредоточивших свое повествование, не поверите на криминально-уголовно-биографической деятельности Геннадия Труханова, его героическом мафиозном прошлом, плавно перешедшему в настоящее и в будущем. В 90-е Ангерт контролировал перевалку нефти в Одесском порту. Вместе с авторитетом Леонидом Мининым занимался торговлей оружием. В конце 90-х попал в поле зрения итальянской полиции. Она вела расследование в отношении банды Ангерта. Вот материал этих лет. Папка озаглавлена «Украинская мафия». Правда, в тексте итальянцы по привычке называют ее «русской». На первом месте в списках Леонид Минин, на третьем Ангерт, на шестом Труханов. Все эти кремлевские откровения могут впечатлить, ну, разве что пришельцев из космоса, поскольку только инопланетные существа не в курсе, кто такой Труханов на самом деле. Московские агитаторы, как говорится, ничем не побрезговали, даже расследованиями украинских журналистов. Мы на грани грандиозного шухера в Одессе. По информации СМИ, карманные компании Труханова постоянно получали подряды на ремонт одесских и даже киевских дорог. Труханова обвиняли в том, что на дорожной схеме он отмыл около 4 миллиардов гривен. Деньги, по всей видимости, мэр уводил в офшоры. Его называют владельцем нескольких десятков страховых, строительных и юридических компаний. Упс, и тут мы подошли к самому главному, к офшорам. Нет, не тем, которые осмелились показать тамошние инфометатели. Греческие и панамские, а те, которые были зарегистрированы на российский паспорт Труханова, которого у него не было по справочке, но который, судя по выписке из Фискальной службы России, все-таки был. И о котором сам Труханов выдвинул шизофреническую версию, что его ему нарисовали. Нарисовали? Так не бывает. Паспорт можно получить только лично. Однако, поскольку офшоры на российские паспорта мэра Одессы были обнаружены, они утратили свою силу и коммерческую привлекательность. И потому неудивительно, что паспорта оказались аннулированы. Но вообще многократные отказы Труханова от российского паспорта таки принесли свои плоды. Кремль прощать не намерен. Особенно потому, что непроходной проект галантерника Ангерта Труханова-Кернеса «Доверяя делам Апоблок» крадет голоса у другого Апоблока. Вчерашние однодумцы сегодня сцепились за места в парламент, используя грязные технологии. С одной стороны, одесский креатив с бигбордами, порочащими честь и достоинство сторонников московского проекта. С другой – кремлевский рупор, порочащий честь и достоинство того, у кого ни чести, ни достоинства нет. Продолжение следует...